Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. Мы задержались с выпуском второй части нашего видео с погодной тематикой, так как после обобщения наших наблюдений и размышлений условия погоды, наши выводы не оказались такими позитивными, как нам бы хотелось озвучивание их. Поэтому мы отложим, а вот удивительными и красивыми кадрами необычной все-таки погоды, тумана в Киеве мы поделимся. Вот такую мутную пелену, некомфортную и прячущую все вокруг, мы снимали в Киеве на Русановке с земли. Видео есть у нас на канале, а ссылочки в описании. А при просмотре кадров тумана сверху, казалось, что это потрясающе красивое зрелище. Огромная фигура памятника Родина-Мать как будто парит в воздухе. А вот так туман проходит сквозь арку дружбы народов. Покрывало белых облаков, легшее на землю. Высокий правобережный Киев только усиливает контраст. А широкий московский мост уводит в тайну. Редактор субтитров А.Семкин Думаем, даже для киевлян, такой спрятавшийся Киев будет впечатляющим. Ну а мы с вами от туманов переходим в Киев солнечный. Со второй половины июня в Киеве жара, 32 градуса, ясная погода. Наш район Русановка, как и весь Киев, в зелени и в цветах. Всю парковую зону Русановской набережной украшают вот такие красивенные клумбы. Очень впечатляют меня эти высокие яркие колокольчики. К сожалению, не подскажу я их название. Только начали они свое цветение. Еще очень много бутонов, так что радовать они нас будут долго. Юная часть нашей команды долго клумбы цветочные не разглядывает. И убежали вперед, выискивать что-нибудь новое и интересное. Русановская набережная и вся ее красивая парковая зона нам очень хорошо знакомы. Обычно это начало многих наших прогулок, экскурсий. По идее, ничего нового здесь быть уже не должно, но дети все-таки высмотрели. Одна из композиций вроде Альпийской горки составлена из очень больших камней. Отдельные камни привлекли внимание, потому что дети назвали их камни с ожогом. Сейчас мы их покажем. Там на светлом сером фоне хорошо видны контрастные черные пятна правильной геометрической формы. Резкий и очень четкий переход цвета. И они как будто обожженный камень, как будто пятна эти вплавлены. Нас такие необычные расцветки на камушках заинтересовали, заинтриговали и делимся с вами. Среди нас нет геологов или людей, имеющих специальное знание по камням. Но все-таки интересно, какая температура должна быть, чтобы так разрисовать камень. И почему такие ровные прямые линии и углы есть на краях этих пятен. Кто знает, напишите для нас в комментариях, что оставило такие следы на камнях. А вот еще один природный каменный шедевр. Дети сходу сказали, что этот камень покусан. Это, конечно, шутка, но отгрызенная сторона смотрится очень интересно и сама просится на сравнение. Осторожить свою загадочную территорию нам навстречу вышел местный житель. Вот такой милый ежик, молодой совсем, ничего не боится. И у нас была возможность его смотреть, снять со всех сторон и показать вам. Вот такой от нас летний привет из Киева. Хорошая солнечная погода располагает к прогулкам, помогает ярко, красиво снимать. Оставайтесь с нами, наши летние экскурсии мы покажем в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok